Здравствуйте, уважаемые студенты, рад вас приветствовать. Спасибо. Смотрите, пожалуйста. У нас с вами четвертая лекция. Сегодня я расскажу вам о функциях. Те, у кого уже прошла сегодняшняя лабораторная работа, у кого-то в пятницу, уже столкнулись с функциями, работать с функциями, и я вам сейчас покажу, как и для чего они существуют. Значит, первое. Это описание совсем простой функции. Совсем простая функция имеет как бы процедурный вид. Смотрите. То есть я пишу, например, функцию hello. Hello. У этой функции будет пустой список параметров, но скобки все равно обязательно должны быть. Они признак того, что это definition, определение функции. После двоеточия у нас что всегда происходит? Сдвиг. На 4 пробела, согласно ходинг-стайлу питона P8. Значит, а здесь внутри я, ну что-нибудь давайте напишем. Например, print hello world. Безусловно, в данном случае функция настолько тривиальна, что не сильно сокращает программу использования вместо print hello world просто hello. Но, тем не менее, я могу вызвать эту функцию. То есть есть у меня определение, и ниже по тексту могут быть написаны ее вызовы. Соответственно, я пишу hello, и скобки являются, опять же, признаком вызова функции. Если я этих скобок не напишу, то функция не вызвана. Я ее упомянул. Может ли это быть нужно? Ну, в принципе, может быть. Я могу создать синоним функции методом присваивания. Я могу, в принципе, сказать вот так вот. F равно hello. И скобок не написать. В этом случае у меня F становится ссылкой на ту же самую функцию, на как бы объект функции, на вот на нее. Единственную неповторимую. Вообще вот эта штуковина, вот эта вот возможность. И после этого я могу еще и вызывать. После этого, когда я сделал синоним, я могу вызывать вот так вот. Говорить F, соответственно, с круглыми скобками. Понятно? И это будет иметь то же самое действие. То есть у меня выполнится тело функции. Оператора, который составляет ее тело. Итак, смотрите. Значит, у меня что получилось? Что я функцию здесь использую просто как некую процедуру. То есть я ей раз, и она выполнила. Раз, и выполнила. Я могу как некую подпрограмму на нее ссылаться. А теперь давайте пойдем дальше. Оказывается, я могу сделать функцию с параметрами. С параметрами. То есть в частности, даже вот в эту функцию я уже могу напихать параметров. Что это значит? Что я отдаю ей нечто. Нечто. Это нечто будет именованное. И засовываться оно будет снаружи, внутрь этих скобок. А здесь, соответственно, внутри скобок приниматься. Вот этот параметр, который я сейчас сюда впишу, называется формальным параметром. Формальным параметром. То есть вот здесь вот я напишу name. А вот здесь вот я вместо hello, world напишу hello, кавычки закрываются. Теперь синтактическая запятая между параметрами принта и name. Что у меня получилось? Hello, name. Я сейчас не буду точку в конце ставить. Не принципиально. Что у меня получилось? Что у меня функция требует параметр. Правда? Но теперь, то есть я могу в принципе рассматривать эту функцию в момент, когда я ее вызываю, как некий черный ящик. Так вот, теперь у меня на вход этому черному ящику, который выводит на экран привет имя, ему нужно подавать параметр. Ну, например, я тут напишу john. И она выведет, соответственно, hello, john. Понятно? Возникает параметр. Вот. А могу ли я сделать так, чтобы функция не требовала параметр обязательно? Вообще кажется, что нет. Ведь у меня, ну, как некий, представьте себе, рецепт приготовить, не знаю, мясо пожарить. Мясо-то нужно какое-то дать на вход этой процедуре, этому алгоритму, да, под этой программе. Правда? Ну, вот так и здесь. Тут какое-то имя ж надо сюда вставить. Нельзя просто так позвать просто... Я, пожалуйста, я могу вызвать функцию столько раз, сколько надо. Например, elise, да, алиса. Пожалуйста, а все-таки, а если я вот так вот, что произойдет? Ну, во-первых, произойдет отказ. То есть вот здесь произойдет исключение, и язык Python скажет, что до свидания, невозможно, да, требуется параметр. Но, оказывается, все-таки можно сделать значение параметра по умолчанию. То есть я вот сюда в список формальных параметров... А, кстати, да, а вот это называется фактические параметры. Ну, то есть вот то, что фактически будет туда подставлено при вызове. Понятно? Вот, итак, значит, я вот сюда могу вписать некоторое значение. Я пишу туда world. То есть эта функция, будучи вызванной просто с пустыми скобками, без параметров, она выведет hello world. А если мы ей засунем туда имя, она выведет hello name. Понятно, что такое функция с параметрами? Теперь нормальная функция, нормальная функция, она всю информацию о своей задаче получает из параметров. По-хорошему, функции ничего не должно требоваться, кроме тех параметров, которые ей даны. Пример такой чистой функции, пример такой чистой функции, может быть, это, например, функция max2. Поиск максимального числа из двух. Ей даются на вход два параметра, да, и она возвращает, соответственно, параметры. Кстати, возвращает. Вот здесь у нас функция вызывалась, но не было никакого возврата. Давайте напишем функцию, которая возвращает. Синтаксис возврата, это инструкция return. Соответственно, что мы делаем? Я пишу функцию, которая будет принимать два числа и возвращать больше из них. Итак, defmax2. Я сейчас не буду использовать никаких стандартных встроенных алгоритмов. По-честному пишем. Кстати, обратите внимание, два параметра пишут через запятую. У данной функции, судя по ее названию, которая отражает ее суть, ровно два параметра. Да? Так что оставляем все как есть. Итак, поехали. Что я сделаю? Я сделаю так. Если у меня х больше, чем у, то... Ну тогда х максимум, да? Тогда что я говорю? Вот первому ряду там видно или нет? Вы знаете, лучше подняться выше. Эта тумба, к сожалению, под пол не провалится. Вот. Лучше вот на пару рядов выше, и будет сразу все видно. Если х больше у, то, соответственно, вернуть х, да? А иначе, видите, инструкция return x. Причем, заметьте, что return это не вызов функции, да? Здесь не нужно никаких скобок писать. Это инструкция. Она говорит прекратить. Все, вернуть. Если кто-то писал на Паскале, то там можно было писать внутри функции возвращаемое значение, но была такая особенность. В процессе, вот мы значение вроде бы положили, а функция продолжает выполняться, пока не закончатся все инструкции. Ну, у хелловера там одна инструкция, а тут у нас тело уже стало побольше. Так вот у меня возникает вопрос. Этот return, он продолжает выполнение дальше или нет? То есть после него. Вот ответ. В современных языках программирования C++, Python, Java, return прекращает выполнение функции. То есть если уж мы возвращаем что-то из функции, значит, что оно посчитано окончательно. Понятно? То есть вот эта инструкция, она не только значение посчитанное сохраняет, она еще и реально прекращает выполнение. То есть вот здесь вот, если я напишу какой-то принт, я там не окажусь. Понятно в этом принте? Значит, тем не менее, я сейчас напишу иначе. Else, двоеточие, соответственно, return y. Но, замечу, что в этом случае иначе можно было не писать. Я мог return y просто написать слева вот здесь. Почему? Абсолютно верно. То есть если условие было бы истинным, я бы уже вышел. Поэтому я могу, в принципе, пользоваться внутри функции вот именно такой ситуации. Смотрите. Для расчета значений, если это не просто математическое выражение, а вычислительная функция, иногда бывает в некоторых случаях посчитать значение легко. Ну, например, мне нужно посчитать корень из числа, не используемую в математическую библиотеку. А для отрицательных чисел корень квадратный не существует. Not a number. То есть я в первую очередь спрашиваю, x меньше либо равно нулю. Если x меньше либо равно нулю, вернуть не число. Что это не число? Нет корня. Понятно? То есть я могу этим пользоваться для быстрого выхода. То есть раз проверил какой-то простой способ, все, до свидания, вот вам значение. А дальше без else, без дополнительного сдвига пошло выполнение вычислений уже нормальных. Понятно? Так, ладно, двигаемся дальше. Итак, мы сделали сейчас функцию, которая потребляет два параметра, возвращает большее из двух. А равенство автоматически вот сюда попадет. То есть равенство на них сработает. Значит, этот третер не сработает, вернет y. Поскольку объекты равны друг другу, то он вернет, соответственно, ссылку на y. Ладно, двигаемся дальше. Большее из трех. Давайте с вами создадим функцию, которая получает три аргумента. Называется max3. Ну и ее логика вполне понятна. Так вот, обратите внимание, что меня сейчас алгоритм ее не волнует. До тех пор, вот я нарисовал, и вам по ее названию понятно, как она должна работать. Правда? Я могу написать к ней некую документацию, которая опишет ее поведение. Функция специально тривиальная. Но, в принципе, я могу описать документацию. Эта функция возвращает большее из трех. Причем, если они равны друг другу, то возвращает, соответственно, x. Если, соответственно, y и z равны друг другу, при этом больше x, а то, например, возвращает y. Ну, например. Могут же быть, в принципе, объекты равные друг другу, но не эквивалентные. Вася с Петей равны по силам, но Вася не равно Пете. Ну, в смысле, не одно и то же, что и Пете. Ну, ладно, мы сейчас не будем глубоко в этот вопрос уходить. Значит, так вот, я сейчас вам покажу интересный пример в функциональном стиле. Как можно ее реализовать? Итак, определяем эту функцию следующим образом. Смотрите. Ну, вот, пожалуйста, x, y, z параметры. В одну строчку можно написать. Смотрите. Вернуть большее из двух. Чего? Из x и большего из двух y и z. Смотрите. В каком порядке будет вычисляться функция макс 3? Для того, чтобы что-то вернуть, нужно вначале посчитать. Чтобы посчитать это выражение, ему потребуется вызвать функцию макс 2. Но перед тем, как вызвать функцию макс 2, ему вначале требуется посчитать те выражения, которые составляют список ее параметров. Здесь два параметра. Значит, мне нужно вычислить первое выражение, но оно тривиально. Просто бери то, чему равен x и вставляй сюда. Правда? А второе выражение нетривиально. Для его вычисления нам нужно вызвать функцию макс 2. То есть для того, чтобы вызвать функцию макс 2, нам требуется рассчитать параметры, один из которых требует еще одного вызова функции макс 2. То есть у меня получается, что функция макс 3, я ее сейчас вот таким кружочком как бы нарисую. Ну, схема такая, да? И эта функция макс 3 у меня вызывает функцию макс 2. На самом деле не один раз, а два раза она ее вызывает. То есть она ее вызвала один раз, и у меня вернулось значение. То есть первой будет вычислено вот это значение, да? И подставлено вот сюда. То есть большее из y и z. Возвращено сюда. А затем уже будет вычислена вот эта функция макс 2 из x и того значения, которое вернется из той функции. Понятно? Мне даже не обязательно его имя какое-то давать, но оттуда вернется большее из двух вот сюда, и я поехал использовать. Ясно? Уловили? Все, поехали дальше. Итак, мы с вами двигаемся к тому, как можно это дело использовать. А скажите, могу ли я эту функцию макс 3 использовать следующим образом? Ну, например, print max 3 от 5, 2, 7. Могу так использовать? Могу. Правда? Так, хорошо. А какого типа результат? Результат будет иметь тип целое число. Ну, я увижу, естественно, семерку, да, и он будет типа целое число. Хорошо. А если я напишу вот так, будет ли какая-нибудь ошибка? Макс 3 от 1.5, 0.2, 17.8. Будет ли ошибка? Нет, никакой ошибки не будет. А если я смешаю, возьму и там, например, не 17.8, а 17. 17 целое число, а эти два дробные. А? Будет ли работать? Будет работать. А если я вот так напишу print max 3, а тут напишу в кавычках ab, запятая, abc, а тут напишу abd. Могу ли я вызвать эту функцию для строк? Те, кто писали когда-то на других языках программирования, скажут, так, что-то вот как-то странно. Мы-то писали ее подразумевая числа, правда? Ну, когда я тут писал, вы, наверное, думали x, y, числа, ну, целые, ну, ладно, дробные, сойдут, да? А тут как-то что-то вот строки туда засовываем. Так вот, оказывается, в питоне есть такое правило, называется оно duck typing. Или называется утиный полиморфизм, утиная типизация. Если что-то плавает как утка, выглядит как утка и крякает как утка, значит, это утка. Вот я засовываю туда фактические параметры, а не каких-то типов, но при описании функции типы не указываются, правда? Типы не указываются ни там, ни тут. А значит, любое нечто, которое можно сравнивать друг с другом, допустимо для использования в качестве аргументов этой функции. Здорово? То есть мы, написав одну функцию, сможем ее применить к любому тому, которое это умеет. И дополнительных ограничений язык никаких не накладывает, никакого того, что оно является потомком чего-то там. Нет, просто можно с этим так поступать? Можно. Если вдруг окажется в момент выполнения, что, ну, в конечном счете, это видите, все сводится к max2, то есть к сравнению. Если вдруг окажется, что с этим нечто, которое дано, нельзя сравниваться, вот эта операция недопустимая для этого, то да, тогда у нас получится фактическая ошибка времени выполнения. Так, двигаемся еще дальше. Как он будет их сравнивать? А, это называется лексикографический порядок сравнения строк. Смотрите, как сравниваются друг с другом числа, вы понимаете, да? Чем крокодил длиннее, тем он сильнее. Чем число, я сейчас дробные пропускаю. Чем у него более старший разряд, не нулевой, тем оно больше, да? Значит, а у слов там другой принцип. Мы начинаем сравнивать, начинаем сравнивать последовательно, по буковкам. То есть, вот, например, я сравниваю а и а, если они равны друг другу, независимо от длины там дела обстоит, то тогда переходим к следующему. b и b равны друг другу. Значит, дальше двигаемся. Соответственно, c и d равны друг другу? Не равны. Смотрим, какая буква по алфавиту старше. d старше, чем c. Значит, a, b, d больше, чем a, b, c. Мне очень нравится такое сравнение. Смотрите, давайте сравним кит и кот. Кто больше, кит или кот? А? Начинаем сравнивать. Буква o старше буквы и, значит, кот больше, чем кит. Хорошо. А вот тут дальше следующее. Кто больше, кот или котенок? Кто больше? На самом деле это вопрос, кто позже записан в словаре, русско-английском. Вот если все буквы совпадают, да, то тогда больше то слово, которое длиннее. Понятно? То есть в данном случае, поскольку все буквы совпали, не нашлось ни одной различной до момента, пока одно из них кончилось. То, которое длиннее, то и больше. Так, значит, мы с вами сейчас разобрались с утиной типизацией у функции с параметров, с параметрами, с этими параметрами по умолчанию. А теперь еще одна интересная штучка дополнительная. Смотрите, представьте себе, что я хочу сделать не hello просто, а некоторый separated print. Ну вот, некий вот специфический, специфический hello separated. Где? Hello. Я тот оставлю, перепишу сюда начисто. Hello. Значит, но при этом я сделаю следующее. Давайте все-таки назову его подробнее. Hello, подчеркивание, sep. Кстати, обратите внимание, что подчеркивание считается буквой. И с него можно начинать переменные, оно спокойно в именах переменных может участвовать. Если мне нужно сделать функцию из нескольких слов, я прекрасно. Hello, separated. А я не буду экономить. Зачем мне писать какой-то sep? Я же не знаю, что такое. Separated, так и напишу. Так вот. Теперь смотрите. Вот здесь вот я вставляю имя. Ну, допустим, я хочу здесь, чтобы имя было всегда обязательно. Да? Вот. Но. Так, сейчас, одну секундочку. А, нет, давайте сделаем, чтобы была та же система, иначе не получится показать. Итак, name по умолчанию имеет world значение. А сепаратор, ну, здесь я все-таки назову его sep, равно, а, у вас может возникнуть ложное ощущение, так что лучше сепаратор напишу. Сепаратор напишу по умолчанию. А какой по умолчанию сепаратор написать? Ну, не знаю, не знаю. Я по умолчанию напишу сепаратором defis, минусик. Значит, теперь смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас буду выводить, буду выводить на экран при помощи принта, при помощи принта, но при этом, при этом, соответственно, hello, запятая, кавычка закрывается, теперь запятая уже синтаксическая, да, name. Вот, а дальше возникает вопрос, как мне принту сказать, чтобы между вот здесь вот hello и name у меня вот здесь вот стоял какой-то конкретный сепаратор? А? Просто сюда, вот сюда его вставить, да? Дело в том, что принт добавляет пробелы туда. Принт туда дополняет пробелами. Вот эти вот элементы и так разделены пробелом, хотя тут после запятой пробел не ставлю. Получится, что если я сюда впишу сепаратор, то у меня будет hello, запятая, пробел, сепаратор, пробел, name. То есть там пробелов лишних будет, понятно? Поэтому у меня возникает желание, надо как-то его туда пихнуть, вот, чтобы принт это дело скушал. Вот, оказывается, такая возможность встроена, и я сейчас заодно и принтовым параметром воспользуюсь, и вам покажу, и сам у этой функции. Итак, hello, name, значит, запятая, а теперь смотрите, именованный параметр. Сеп равно сепаратор. Что это такое? Возникает ощущение такого вот визуального непонимания. У нас какое-то присваивание прямо в процессе вызова функции. Правда, есть ощущение такое? Так вот, это неприсваивание. Кстати, в этом случае по стандарту этого конингстайла питоновского, здесь пробелы возле этого равно не ставятся. Это вызов функции принт с явным указанием параметра, который называется сеп, указание ему, чему он должен быть равен. А теперь смотрите, я могу, чтобы вы совсем осознали вот такую возможность, я могу вызвать свою функцию hello separated и дать ей два параметра. Вот как обычно, ну, допустим, представь себе, я вот тут напишу John, да, а вот тут вот напишу, например, звездочка, звездочка, звездочка. Как у меня интерпретатор опознает, что это имя, а это сепаратор? В соответствии с порядком, да. А если я очень хочу написать параметры в обратном порядке, ну, и в другом языке программирования, в C, например, плюс-плюс, ну, невозможно. То есть там строгий порядок. А можно ли наоборот? Ответ можно, например, вот так вот. Я беру и явным образом говорю, сепаратор равно звездочка, звездочка, звездочка. Кстати, кстати говоря, в этом случае я, если хочу, чтобы было world, hello world, с сепаратором три звездочки, то, ну, если, давайте я уберу вот эту запятую, чтобы вместо запятой там было просто мой сепаратор, то у меня что получится? Он напишет, я вот здесь комментарий напишу, он напишет hello, звездочка, 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 world. Понятно? То есть я в данном случае первый параметр пропустил и сразу сказал, чему равен второй. Да? Во-вторых, я могу взять и написать вот так вот. То есть первый параметр я написал. Кстати, если у вас открыта скобка, то можно переносить на следующую строчку и продолжать там список параметров. Ну, мало ли он длинный у вас получится. Да? А здесь напишу name равно John. О, у меня теперь будет hello, John. Причем в порядок их другой. Понятно? Вот эта штука называется именованные параметры с явной ссылкой на то, какое имя там, собственно, этому параметру заложено при приеме. При этом никакой переменной вот тут вот не создано. Это вызов, да? Вот здесь вот я спрашиваю, чему равно name, он скажет, такой переменной просто нет. Такого имени нет. Понятна логика? Да? А можно ли вызывать без сепаратора равно, только чтобы мы вводили сепаратор, например, скобка, запитая, и следующий, ну, сепаратор? В смысле еще раз? То есть мы не пишем, например, John, запитая, тире. Мы пишем просто запитая, тире. Он будет пропущен? Нет. Нет, тогда он не поймет, что это за пропущенный параметр. Так нельзя. Так. Значит, еще один важный момент. Это синхронность работы функций. Вот смотрите, идет основная программа. Ну, я вот так, как некая ниточка, я таймлайн сейчас вниз направлю. Идет, 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 идет. И вот в какой-то момент происходит вызов функции. Ну, функция есть подпрограмма, да. В разных языках они по-разному называются. Там в Паскале были процедуры. Неважно. Подпрограмма, да, функция она у нас тут называется. Вопрос, как у нас происходит этот вызов? Как вызов сантехника надо? То есть сантехник начал чинить, да, а я в это время пошел чаек себе ставить. Да? Так? Так вот, оказывается, нет. Такие вызовы функций бывают. Это называется асинхронное выполнение. Но в нашем случае это не так. Это не так. Потому что с асинхронным выполнением возникает много проблем с синхронизацией. Это уже относится к вопросам параллельного программирования. Это уже, ну, условно высший пилотаж. Нам бы пока синхронное выполнение. То есть, короче говоря, вызвав функцию, я передаю ей управление, а сам засыпаю и жду результата. То есть основная программа останавливается в момент, когда вызывается функция. И дальше функция в какой-то момент ретернется, да, и вернет мне результат. И я продолжу с того момента, как вот она вернулась. Ясно? Это синхронный вызов функции. Именно такой, естественно, происходит по умолчанию. Еще один важный момент. Еще один очень важный момент связан с так называемым стеком вызовов. Ну и еще один тоже момент будет связанный с неким граф вызовов функции. Представьте себе, функция А вызывает функцию Б, функция Б вызывает функцию С, функция С вызывает функцию Д. Соответственно, еще раз повторяю, когда А вызвала функцию Б, сама она заснула и ждет, пока Б вернет результат. Б, выполняя свою задачу, позвал функцию С и ждет, пока она вернет ему результат. С позвала функцию Д. Что будет происходить у нас? Что будет происходить? Оказывается, произойдет следующее. У меня есть такое специальное место. Оно называется стек вызовов. Стек вызовов или по-английски call stack. Есть такая структура данных стек, пока что мы еще с ней не познакомились. Но можно себе представить, как просто некий стакан, как карабень, в который я накидываю, постепенно наполняю ее снизу вверх, как жидкость наливаю. Только это не жидкость все-таки будет, а это фактически структура данных в памяти, в которую набрасываются адреса возврата. То есть я на самом деле саму функцию А позвал из модуля. Я это обозначу вот так, что я был в главном модуле main. Я был в main и оттуда позвал функцию А. Таким образом, вот здесь будет у меня адрес возврата внутрь main. Причем с указанием конкретной строки, откуда была вызвана функция А. Потому что, может быть, она была вызвана несколько раз. Дальше я жду, main ждет. И функция А, когда закончит, она воспользуется информацией, которая лежит в стеке, куда возвращаться. И уберет оттуда. То есть она вернет и уберет эту вот ссылку на место, куда нужно вернуться. В то же время А вместо того, чтобы сразу вернуть результат, вызывает функцию B. Но перед тем, как непосредственно уйти в этот вызов, она должна в стеке, куда? Сверху. Положить информацию, куда возвращаться функции B, когда она сделает return. Поэтому там начинает лежать адрес возврата внутрь функции А. И тоже, конечно же, с указанием конкретной строки. Понятно? То есть стек вызовов, он у нас нарастает по мере углубления в функцию, которая вызвала другую функцию, вызвала другую. Ну, естественно, что если эти функции будут звать друг друга бесконечно, ну, если такое себе представить, ну, или очень много, то вот этот стек, он может быть переполнен. Понятно? Есть предельный уровень его заполнения. Им можно слегка управлять, там, тысяча, десять тысяч. Но не суть важна. Трудно себе так вот мыслимо представить функцию, которая десять тысяч раз, да, вот так вот вызывает, та вызывает, та вызывает. Трудно, но мы обязательно представим потом. Понятно? И, соответственно, когда я внутри функции D, у меня стек поднялся с адресом возврата внутри функции C. Для чего это бывает нужно? Представьте себе, что у меня произошла ошибка вот в этот вот момент. Я вот такую вот аналогию сейчас сделаю. Представьте себе, что мы строим дом. Сейчас я буду, кстати, это дело рисовать. Что мы строим дом? Для того, чтобы построить дом, я вызываю кого? Ну, я же не взаимодействую с рабочим. Я вызываю кого? Менеджера по продажам. Менеджер вызывает кого? Прораба. Который будет уже отвечать за строительство. Да? Прораб вызывает бригадира, а бригадир вызывает рабочего. А у рабочего случается экстренная ситуация. Причем не такая, с которой он может сам разобраться. А какая-то супер экстренная ситуация. Деление на ноль. Пришли с этими, с утюгами и пилами и начали бить. И говорят, это не твоя земля, что ты тут строишь. То есть все, что-то радикальное. Понимаете? В этом случае интерпретатор возьмет вот этот call stack и вывалит нам его на экран. И это то, что мы как раз видим, когда случаются ошибки. Зачем нам это надо? Если мы просто узнаем, что умер рабочий, это нам еще ничего не даст. Даже если нам сказать точную строку, где произошла ошибка. А в этом месте произошло деление на ноль. Но вам важно знать контекст. А откуда позвано это D? Дело в том, что вполне возможно, что функции не только опосредованы. Например, функция B тоже вызывает функцию D непосредственно. Понимаете? То есть вот эти опосредованы вызовы. А может быть и функция A тоже вызывает функцию D в процессе своего выполнения. Поэтому вот этот стэк вызовов имеет большое значение. И поэтому ошибка в питоне, они такие длинные. Это хорошо. Все равно самое там ценное обычно на этом, наверху лежит. Итак, мы с вами разобрались с функциями, с параметрами. Теперь мне пора рассказать вам одну очень важную вещь. Дело в том, что функции большинство начинающих программистов используют неправильно. Или, короче говоря, они синтаксис их используют, а большой пользы от этого не получают. Функция — это очень мощный инструмент. Для этого требуется повысить свой левел восприятия реальности. Представьте себе, о чем думает начинающий водитель, когда он садится за руль машины. О чем он думает? Он думает о том, как тут вообще руль. Так, руль, ладно, все представляют себе, как крутить. Что значат эти педали? Как включить фары вообще? Как поехать? Как тронуться? Можно здесь, не знаю, парковаться или нельзя? То есть он, короче говоря, а ладно, можно ли парковаться, это еще отдельно, это уже более высокий уровень. Это когда он уже педали научился нажимать. Понимаете? Вот так начинающий программист думает о синтаксисе языка. Понимаете? Так вот, а я хочу сейчас сделать следующее. Да, синтаксис языка вы пока не знаете глубоко, но базовые уже вроде бы пишете, да? Циклы, условия, что еще? Функции есть? Пожалуйста. Да? Ну не хватает еще кое-чего, скоро будет. Но очень важно не забывать про проектирование приложения. И вот я хочу сделать такую вам прививку с самого начала. Приложения ваши, программы, не будут большими, пока вы не научитесь их проектировать. А для этого существует структурное программирование. Структурное программирование. Оно не использует ничего, кроме функций, ну и вот простейшихся токсических конструкций. Программирование. Я сейчас не буду углубляться в первые три пункта. Там нельзя использовать оператор go to, которого нет в питоне. Обязательно используем вложенные конструкции, ветвления, циклов. И используйте функции. Функции для повторяющихся участков кода. Это все тривиально, и вы все равно это в питоне будете использовать. А функции я только что рассказал, все окей. Самое важное, это то, что является парадигмой, как бы неким вот методом мышления, или некий шаблон мышления, о чем и как надо думать. Оказывается, есть такой там пунктик, называется проектирование сверху вниз. Что это значит? Итак, смотрите. Итак, в чем состоит проектирование сверху вниз? Предположим, я хочу построить дом. Соответственно, я что делаю? Я такой веселый и беззаботный. А в идеале как? Я прихожу к волшебнику, говорю, построи мне дом. И он мне дает дом. То есть я говорю, дом я построю, он мне возвращает дом. Ну естественно, все не волшебно, еще нужно деньги. А самое главное, нужно точно указать, где и какой. То есть при передаче туда информации мне требуется, что передать. Вот я, ну представим себе, что реально вот как почти волшебник. Да, вот такой волшебник, тоже веселый, улыбающийся. Вот, с галстуком таким вот замечательным. Да, вот такой вот замечательный волшебник, который мне берет деньги и возвращает дом. Да? Менеджер называется по продажам. Значит, да. И о существовании прорабов, бригадиров и рабочих я знать не хочу. Я хочу дом. Тем не менее, у меня возникает уже место для диалога. А именно, я осознаю, что сама задача построения дома требует некоторой формализации. Правда? Какая ситуевина. То есть у меня возникает некий диалог, который требует некоторой формализации. Я его как-то этого вот менеджера должен, точнее, ну да, фактически этого менеджера должен как-то назвать. Да? То есть он является подпрограммой, которую я вызываю. И мне нужно формализовать список параметров и возвращаемое значение. Ну, я предполагаю, что он мне вернет дом. Да? Ну, на самом-то деле он не вернет мне его в руках. Он построит его где-то. То есть на самом деле я сейчас буду подразумевать, что он просто возвращается и в этот момент дом стоит. Да? Все-таки return house не будет здесь. Да просто. Я его называю, этого товарища говорю, ты будешь называться build house. Я здесь не буду это писать. Ну, понятно. Логика, да? Тем не менее, мне нужно формализовать некий список параметров этому товарищу. Давайте попробуем понять, что мне нужно ему сказать. Первое и самое главное, мне нужно ему сказать где. Где? Раз. Правда? Причем где есть два способа. То есть первое это регистрационный номер участка государственный. Да? Где вот формально. А там он уже этот рабочий, глядя на свидетельство о регистрации собственности, он посмотрит по спутникам, там померяет, где эти точки. А второе, где конкретно на этом участке. Да? То есть где и конкретная точка. Да? Точка на этом участке, условно угол дома. Да? Ну и вообще некая зарисовка нужна. То есть я в данном случае не буду считать, что все дома являются шаблонами, но хотя бы размер-то нужен. Правда? Да? Где некая точка и размер. И когда он закончит, он мне вернет готовый дом. Правда? Здорово? Здорово. А теперь давайте с вами разберемся, как на самом деле. Я сейчас не буду воспроизводить то, что там будет, оно не будет вполне соответствовать. Я тут пропущу некоторые этапы. Ну нарисовать уж очень хочется. Так вот, с чего начинается дальнейший разбор. Первое. В этот момент, когда я конкретизировал интерфейс взаимодействия с вот этой функцией. А давайте конкретизируем. Вот build house. Значит, я должен передать позицию, где строить дом. Да, сейчас смотрите. Вот тут такая штука появилась, которую я не успел на доске рассказать. Видите, тройные кавычки. Вот давайте только я тут вот это сотру пока. Напишу, что это функция, которая, собственно, строит, рисует дом. Рисует дом. Ясно, да? Сейчас чуть-чуть разверну. Функция, которая рисует дом. Опа. Я надеюсь, что сейчас все вернется. Так вот. Сейчас, сейчас я создаю. Так, сейчас, минуточку. Я тут кое-что припрячу. Чтоб не видать было, и оно не работало при этом. Еще появилось? Появилось. Отлично. Так вот, смотрите. Сейчас моя вся программа состоит в чем? В том, что я говорю, будет волшебник. И вот я этого волшебника вызываю. Правда? Ну и давайте вот здесь вот я напишу вот такую функцию. Print. Ура, дом построен. Ура, дом построен. Ну, посмотрим, как работает эта программа. Программа работает. Так, смотрим. Программа работает. Программа работает. Он кричит. Он кричит. Ура, дом построен. При этом на самом-то деле, что получилось? У меня вот этот вот менеджер является шарлатаном. Он не делает этого. То есть он отошел, возвращается, говорит, дом построен. Ну, кроме того, на самом деле, сейчас я пока что не соблюл вот эти формальные. Разговор еще не состоялся. А что у него там внутри? У него там внутри только документ строка. Вот это вот в тройных двойных кавычках. Три двойные кавычки. Это так называемый документ строка. Она пишется сразу после имени функции. Со сдвигом на уровень, собственно, кода. Значит, короче. У меня возникает так называемая mock-функция. То есть вот эта функция build house, она у меня ничего не делает. Давайте я не понимаю, в чем дело. Я продублирую здесь коротенько. Супер. Так. Так вот. Вот эта функция, она у меня пустышка. У нее внутри написано слово pass. Что значит вот это самое слово pass? Это значит как бы спасовать. Ничего не делать. Пустота. Пустая операция. Она формально создает тело функции. Причем реально тело функции никакого действующего нет. Понятно? То есть самый настоящий шарлатан. Абсолютно пустая. И здесь прямо так и написано. Функция пустышка. Понятно? Некая заготовка. Но тем не менее, давайте даже пусть эта функция пустышка будет у меня с списком параметров. Итак, первое. Я в данном случае буду рисовать на некотором window. Значит, мне нужно туда передать собственно где. Да? Так, окей. Второе. Мне требуется указать собственно точку. Да? Значит, ну это будет что? Какая точка у нас будет? Давайте я ее назову некий левый верхний угол дома. Да? Left upper left corner. Upper left corner. Ну, собственно, рабочие так и просят. Они говорят, укажите угол дома. Да? Вот где у вас будет угол дома. Ясно? Так. И что еще у нас будет в качестве параметра? Это его размер. Да? Size. Супер. Ну, в принципе, опять же, параметр так вот. Size непонятно, что значит size. Размеров у дома много. Есть высота, ширина. Ну, давайте я сейчас опишу некая ширина. Тогда уж лучше не size, а его width. О. Ну, вот так вот лучше. Вот так лучше. Значит, список параметров есть. Есть. Пожалуйста. Я говорю build house. Передаю ему window. Задаю ему верхний левый угол. Это у меня будет point, который начнется где? Ну, в какой-то там точке. Например, левый верхний угол дома. Ну, допустим, 100,100. Да, ну, окно при этом я вижу, что маловато. Да, окно надо сделать чуть-чуть побольше. Ну, давайте окно там 300 на 300 сделаем. Дом не поместится. Значит так. Точку закрыли. И ширина дома, ну, давайте 100 пикселов условно напишем. Пожалуйста. Вот теперь у меня возникает уже диалог, да, несмотря на то, что программа еще не завершена. И самое главное, функция ничего не делает. Но, тем не менее, вот это состояние программы является цельным. Она консистентна сама с собой. Понимаете? Я ее могу запустить, и у меня не вываливается вообще никаких ошибок. Вот, вот, просто все нормально. Понятно? Это первая итерация разработки. А теперь я начинаю говорить. Так, хорошо, я формальность создал. То есть я придумал вот этого товарища с точки зрения того, какие параметры он получает и что он возвращает. Теперь давайте конкретизируем его содержание, его тело. Да? Ну, давайте. Что он должен сделать по-хорошему? Ну, я вам нарисую, а этого там все-таки я формально там пару товарищей я выкину. Значит, первое, он зовет дизайнера. Потому что моя зарисовочка, ну, условно, там, размер дома, это, конечно, хорошо, но реально, чтобы дом строить, нужна документация техническая. Как проложить коммуникации, какие, где, что, сколько, как закладывать, какая толщина перекрытия и так далее. То есть в первую очередь он зовет архитекта. Это уже не улыбчивый дядя, а такой дядечка, значит, с этим, с карандашиком, значит, этим, и листом бумаги. И он будет разрабатывать проект. То есть он говорит ему, вот тебе, собственно, ему, кстати, не важно где, ему не нужна точка, ему главное дать размер. То есть он дает ему размер дома, да, и получает в ответ, что в качестве возвращаемого значения? Ну, кипу бумаг, толстую кипу бумаг, расчетные параметры все. То есть он у нас является таким вот товарищем, который выдает техническое задание на строительство. После этого менеджер, получив техническое задание, идет к другому неулыбчивому дяде в каске. Вот дядя в каске, но с галстуком. Почему с галстуком? Потому что этот дядя называется прораб. Вот он командует своими рабочими, значит, и он в руках держит тоже бумажку, а в другой на самом деле он держит деньги, потому что он будет заказывать и покупать. А дядя этот, конечно, сам строить ничего не будет. Но про это мы сейчас не будем говорить. Он отвечает за строительство, то есть с точки зрения менеджера рабочих не существует. Может быть и у архитектора тоже есть помощники, студенты там какие-нибудь, но его это не волнует. То есть меня сейчас волнует алгоритм менеджера. И поэтому я смотрю только на те функции, которые он будет вызывать. Обратите внимание, именно вот в этой последовательности разработки, последовательности проектирования вся фишка. То есть я вначале думал о программе вот тут. Потом я начинаю конкретизировать, я чуть-чуть углубляюсь. Я от верхних функций, от функций верхнего уровня детализирую на нижний уровень. Надо сказать, что при этом задача строительства, она должна разбиться на подзадачи. То есть первая подзадача, это какая у нас получается? Это создать план строительства техзадания, потом построить, а потом что? То есть он по идее выдает готовый дом. Все, возвращаем дом. И получаем тысячу претензий. И дальнейшие клиенты к нам не приходят. Сразу возвращаем дом от прораба? Нет. А что мы делаем? Ну ему естественно мы передаем соответственно вот этот вот дизайн. При этом указываем и где и что. То есть ему вот мы все это дело передаем. И точку, и где и точку. Значит, на самом деле нет. Менеджер это дело должен отдать еще одному человечку, который тут единственный веселый человечек с круглыми очками. Значит, который называется тестировщик, если там у программистов условно. Но в данном случае приемщик. Человек, который будет проходить по этому дому и тыкать во все неисправности. То есть он получает что? Он получает тех задания, которые выдал архитектор. Смотрит там ли построили, те ли размеры. И возвращает собственно репорт. То есть некоторые вот, ну некие, как это называется, заключения. Понятно? То есть он получает и дом, который построил бригадир. Менеджер и тех задания. И проверяет собственно, а выполнило ли, выполнено ли правильно тех задания. Ну а менеджер примет решение, не надо ли бригадира еще раз, точнее прошу прощения, прораба еще раз побить по башке, чтобы он переделал, доделал и так далее. Понятно? Вот. Поэтому у него не такой уж тривиальный алгоритм. Так вот, я сейчас вот этого и вот этого товарищей, я сейчас как раз детализировать не буду. Но вот как только программа будет прописана на вот этом уровне, да, причем менеджер на самом деле вполне может столкнуться с командой шарлатанов. И вот следующий этап, это когда я прорабатываю интерфейсы вот этих функций. И очень важно, что в этом процессе итеративной разработки, я вот тут вот его набросаю. Вот это у меня таймлайн. Вот момент, когда стартовала. У меня моя разработка программного продукта как разработчика. Это не ход выполнения программы, это процесс разработки программного продукта, который вы сейчас наблюдаете, собственно, вот на компьютере и на доске планирования. Итак, смотрите, и что я сделал? Я задумал программу, я взял, начал писать, и в какой-то момент программа достигла консистентного состояния. После этого я могу сохранить ее на дискетку, сказать, это версия 1. Она еще не работает, в смысле она не выполняет еще всей функциональности, она работает формально, пишет, ура, дом построит. А теперь смотрите, я сейчас взлечу. То есть вот этот процесс сам, он на самом деле состоит из двух этапов. Первое, это этап мечтания о функциях, а второй этап приземления. Первый этап творческий, и я в процессе этого сделаю программу неконсистентной, я ее разломаю. А второй этап, это этап, когда я ее снова заставлю собираться. Смотрите, что я делаю. Поехали. Где моя? Тест графикс. Итак, поехали. Билдхаус. Что я делаю? Я вызываю, во-первых, архитектора, дизайн, назову дизайн сайзас. Ну или даже не знаю, в данном случае дизайнер, да? Сейчас, как мне назвать его? Дизайн сайзас. Калькулейт. Калькулейт сайзас. Значит, он получает только width, только ширину. А должен мне вернуть сразу и ширину, и высоту width, height. А лучше даже, по идее, конкретные некоторые точки, которые мне понадобятся для, собственно, строительства. Ну ладно, я сейчас только размеры, width и height. То есть, короче говоря, на самом деле он должен будет по ширине посчитать высоту. А учитывая, что ширина уже есть, то я сделаю сейчас просто вот так. Все, высоту он рассчитывает. Ну и понимая, что эта функция будет делать, вы смотрите, я этой функции еще нет в природе, правда? Еще нет такой функции. А я уже пишу, я думаю, как ее правильно назвать. И это очень важный процесс. Программист, он не только технарь, он еще немножко гуманитарий. Он должен уметь назвать функцию так, чтобы ее имя отражало ее содержание. Вот я и думаю, а как ее назвать, что она делает, эта функция? И я вот сейчас пришел к выводу, ага, эта функция реально просто вычисляет высоту дома по его ширине. Значит, дальше. Бригадир на самом деле, то есть, следующий этап будет какой? Прописывание, приземление. Я должен буду прописать всех как шарлатанов. То есть, у каждой функции будет список параметров, документ строка. То есть, в момент, когда я сейчас взлетаю, я придумываю название функции. Я фактически их уже использую, хотя их еще не написано. Понятно? То есть, у меня сейчас будет описан менеджер, который вызывает несуществующие функции. А вот это приземление, когда я эти функции пропишу, но не конкретизируя их детали. Вот набросками. Потом я начинаю детализировать их, дописывая документ строки, что делает функция, какой список параметров, что какой параметр значит, какого он типа, да, и какой результат вычисления этой функции. И, собственно, добиваюсь того, чтобы программа была выполнимой. То есть, она работает. Все, я на земле в этот момент сохраняю программу, говорю, версия номер два. Могу показывать товарищам. Она еще ничего не рисует на самом деле. Она не будет еще ничего рисовать. Потому что нужно конкретизировать вот этого будет товарища, который, собственно, рисует. Значит, что мы сделаем? Он зовет последовательно трех бригадиров. Первая бригада, соответственно, она будет что делать? Она будет у нас, значит, это у нас бригадир строгий, тоже в каске. Первая бригада у нас копает. Она, соответственно, должна... Ну, на самом деле, я тут могу сократить, что у нас этих бригадиров сильно не надо. Это сразу будет рабочий. Ну, и у этих бригадиров. На самом деле, конечно, может быть. Рабочий с лопатой. Их задача нарисовать фундамент, вырыть фундамент. Не просыпается. Так, пошевелим. Так. Дальше. Этот товарищ возвращает ему фундамент. Отлично. Я пока дорисую еще. Значит, потом он вызывает товарища, которому дает, собственно, точку, на которой фундамент положен. На которой мы рисуем стены. Значит, соответственно, тут у нас есть рабочий, который строит и кладет стены. Тоже в каске. Но у него мастерок в руке. Что-то мастерок и кирпич в руке. Значит, и этот товарищ кладет нам стены. Возвращает нам, соответственно, на фундаменте построенные стены. Я нарисую вот так вот с окошком. То есть этот, на самом деле, он передает техническую документацию, то есть точки, да, ширину, высоту, да, и точку отправную, получает результат. Передает отправную точку размера, получает результат. Да, между прочим, там может быть такая вещь, как количество окон. То есть на разный размер. Например, архитектор, если так вот серьезно задумывается, можно это прописать, такую функциональность. Значит, так, этот товарищ, соответственно, у нас кладет кирпич. А потом, что мы делаем? А потом, когда у нас выполнено вот это, мы строим, соответственно, крышу. Да, крышу на домике строим. Ну и последний товарищ строит нам кровельщик. Он стоит нам, соответственно, на крышу. И опять же, у этих функций тоже прописываем по очереди. Причем, что интересно, когда мы напишем вот этого товарища Грозного, да, мы вот этих товарищей трех напишем, я имею в виду функции соответствующие, пропишем как заглушки, как функции заглушки. А вот потом возникнет очень интересная вещь, да, в чем она будет состоять. Значит, я опять вот взлетел, я просто набросал, как этих товарищей будет зовут, потом я написал функции заглушки для них. Можно вызывать, но еще ничего не рисуется. А потом каждого из них я могу по отдельности. Первого конкретизировал, а задачка настолько маленькой стала, что ее очень легко решить. И довел до результата. Первого раз, второго, прошу прощения, раз, раз, раз и написал. Получается, что у меня программа вначале, она как бы расширялась, а потом я уже дорешиваю конкретные задачки, то есть я дописываю задачку, разложенную на подзадачки, их нарешиваю, и у меня получается вот такая итеративная разработка. В каждый момент времени моя программа работает. Я четко понимаю, что происходит, что и зачем, каков будет результат. Понятна логика? Я боюсь, что наше время сильно ограничено, и я больше, чем вот просто первый этап, даже не успею набросать. Поэтому давайте мы сейчас, наверное, это остановим, а я покажу вам сейчас алгоритмы, напишу их и запущу. У нас есть вторая часть, это алгоритмическая. Несколько алгоритмов, которые мы должны с вами записать, выучить, ну и посмотрим, как они работают. На доске теоретическое объяснение. Значит, есть такой метод решения задачек, который называется метод грубой силы. Метод грубой силы. Или brute force. Брут force. В чем он состоит? Когда мы ищем какое-то решение, оно чаще всего принадлежит некоторому множеству возможных решений. То есть, мое решение, есть некоторое, есть некоторые исходные данные, дано, да, и есть, собственно, как это называется, сейчас еще раз, область определения и множество значений. И алгоритм состоит в том, чтобы по исходным данным найти ответ, да, то есть у нас есть еще раз, область определения и множество значений. Так вот, есть алгоритмы, которые действуют напрямую, то есть мы берем исходные данные, с ними что-то делаем, 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 получаем ответ, получаем ответ из множества возможных значений. Однако, иногда это представляется сложным. В этом случае, если множество значений, конечно, а мы в компьютере работаем все равно с дискретными величинами, даже вещественные числа мы все равно делаем фактически дискретными, там числа с плавающей точкой, их не бесконечное количество. То есть, мы можем что сказать? А если я начну перебирать все ответы? Вот представьте себе, вас спрашивают, сколько будет, ребенка маленького, вас спрашивают, сколько будет 17 минус 5. Я начинаю, 1, нет, 2, нет, 3, нет, 4. Если я вот поподряд, вот все значения вот так вот буду перебирать, в какой-то момент я наткнусь на ответ. Если, конечно, у меня существует простая методика проверки ответа. Но она часто существует. Понятно? Вот если метод предполагает перебор всех ответов, то это и называется метод грубой силы или брутфорс. Как вот брутфорс перебор паролей. Подходит, не подходит. Парочка алгоритмов, которые, собственно, решаются методом грубой силы. Итак, первый. Это... А, чего я здесь пишу? Так, поехали. Значит, смотрите. Я сразу описываю как функцию. Функцию я назову тест простоты числа. Is simple. Is simple number. Соответственно, на вход она будет получать число x. И она определяет, является ли число простым. Если простое, то возвращает true. А иначе false. Что это такое сейчас зеленое? Это многострочная документ строка. Она описывает эту функцию. И что интересно, я смогу вызвать help теперь от этой функции. И help будет мне прописывать, что эта функция из себя представляет. Точнее, что там написано про нее. Ну и, собственно, значит, здесь описано возвращаемое значение. Не описано только, какого типа должен быть x. По-хорошему здесь надо написать, что x, соответственно, число, целое число. Целое положительное число. Да, оно что должно быть натуральным. Иначе мы не можем. Так, хорошо. Я сейчас не буду конкретизировать. Есть стандарт, как описывать документ строки. А я не буду сейчас это делать. Я пишу, вот как душа просит. Итак, поехали. Сейчас без всяких заглушек я сразу пишу. Поехали. Первое. А как мне вообще проверять? Мне нужно попробовать некий делитель. Девайзер. Попробовать его, начиная от двойки, не включая число x. То есть 2, 3, 4 и так далее, пробовать делить. Если вдруг поделится, то что? Я сразу говорю, число непростое. Return false. Правда? Что я делаю? Я говорю, пока... Ну, или можно даже на самом деле сделать так. Давайте лучше с циклом пока. Пока у меня делитель меньше, чем x. Что я буду делать? Если у меня x делится на делитель, в этом случае что? Я точно на самом деле существовал составное. Правда? Return false. Учитывая, что return выходит из функции, то я могу быть уверенным, что если я к концу цикла дошел и у меня не случился return, значит, что? Значит, число у меня простое. Правда? Значит, число простое. Вот такой метод грубой силы. Ну, давайте это сохраним и запустим. Значит, это у нас будет... А? А, точно забыл. Сейчас будет. Это у нас будет из simple. И факторизацию напишу тут же. Да, и действительно, мне требуется еще в цикле повышать девайзер. То есть сейчас она будет не работать, потому что девайзер должен расти, иначе мы зациклимся. Девайзер плюс равно 1. Все, поехали. Так. Смотрим. У меня появилась вот такая функция. Из simple number. false is simple number. Ну, допустим, 17. Или давайте 19. Между прочим, вот видите, да, он уже назойлива помощь мне предлагает. Он мне скобку поставил, а он мне пишет мою функцию, мою строку, которую я туда написал. Определяет, является ли числом простым. Здорово? Прямо сюда мне пишет. Вот, ну и я могу явным образом попросить help. Говорю, help is simple number. И он мне скажет ее help. Help on function. Здорово? Очень классная штука. Она реально помогает разрабатывать. Их надо прописывать. Так, ну что, вторая. А? Help at help. Сейчас, значит, кончику я. Help session. Видите, подробненько рассказывает. Он рассказывает, этот, helper in module. Да? Класс, helper. Ну и так далее. Ну, есть одно еще замечание. Мне считается крайне важным писать комментарии на английском языке, чтобы в какой-то момент, если ваш программный код будет поддерживать нерусскоговорящий человек, ну или важно, китайско-индийскоговорящий, чтобы он на международном программистском языке мог это дело прочитать и осознать. А еще обратите внимание, что я называю все функции переменные длинными именами. Почему я не экономлю свое время? Почему я так делаю? Угадайте. Я экономлю время в будущем. Программа пишется один раз, отчитается 10-100 раз, очень много раз. Я экономлю время на чтении и на ее осознавании. Так, еще один алгоритм. Это алгоритм факторизации, разложения числа на множители. Def factorize number. Единственное, что, по-моему, z factorize number. Ну и то же самое. Я возьму число. В данном случае эта функция, соответственно. Единственное, что, я сейчас не буду, я не буду здесь сейчас возвращать список чисел, потому что для этого мне нужно массивовым рассказать, а не в следующий раз. Она будет просто их печатать. Причем печатает их на экран. При этом, что у нас число x, целое, положительное. Ну, короче, натуральное. Ну, целое, я имею в виду, в смысле int, типа int. Так, опять я пописал документ в строку, а теперь, собственно, к делу. Значит, что я пишу сюда в ее содержимое? Я делаю то же самое. Я делаю делитель, девайзер. Девайзер равно 2. А дальше я говорю, пока. А пока что? В данном случае, мало ли, у меня, например, число 1024. И там на двойку нужно делить кучу-кучу раз, а расти даже не надо. То есть делитель один и тот же. Правда? То есть мне закончится не тогда, когда у меня там что-то, делитель чего-то достигнет. Нет, дело не в том, что чего достигнет делитель, а что у меня само число будет уменьшаться после делений. Соответственно, я говорю, пока число больше, чем 1, то есть пока оно не выродилось до единицы, что я делаю. Если у меня x делится, x процент девайзер, если оно делится на делитель, то что я буду делать? Во-первых, я праздную и печатаю делитель. А во-вторых, я x должен разделить на этот делитель, он должен стать меньше. То есть 1024, например, на эту двоечку мы сокращаем, 512 остается в x. Я это напишу вот так. x разделить на цело равно девайзер. Здорово? Это тоже оператор прислабления, так же как плюс равно расшифровывается. x равно x разделить на девайзер. Сейчас еще секундочку, и я закончу. А если не удалось, тогда что? Тогда я говорю, ну попробуем сейчас увеличить делитель. Девайзер плюс равно 1. Даже если число простое, то делитель в какой-то момент достигнет, собственно, x и поделит на него, x станет равным единице, а этот делитель как раз выведется на экран. Я сейчас не оптимизирую. Я пока что просто фактически сделал то и другое, и у меня эта функция работает. Я могу написать factorize number и написать какое-нибудь число. Давайте 1024 напишу. И он напечатал мне 10 двоечек. Я боюсь, что я опять вынужден буду написать factorize еще раз, а не могу воспользоваться этим. Ну какое-нибудь еще число. 999. Видите, на 9, прошу прощения, на 27, 3 раза на 3, еще 37 там. Ну она правильно работает, короче говоря. Хотя все равно не идеально. Видите, я 0 не обошел. А что если ее вызовут с нулем? Как она должна реагировать? Она там подвиснуть может, понимаете? Но все это уже не входит в это занятие. Спасибо вам большое. До встречи в следующем году.